здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня я с вами решила поделиться рецептом торта красный бархат думаю что рецепт этого торта соответствует новогодней тематике поэтому решила с вами поделиться рецептом этого торта какие ингредиенты нам нужны яйца которые я заранее разделила на белки и желтки мука сливочное масло молоко крахмал какого-порошок сахар краситель разрыхлитель и ванильный сахар на столе пока те ингредиенты которые нам нужны для бисквита все ингредиенты для бисквита я взяла комнатной температуры в этом рецепте нам нужно растопленное сливочное масло поэтому я миску со сливочным маслом поставлю в горячую воду сахар добавлю ванильный сахар в муку добавлю какао-порошок у меня алкализированный какао-порошок возьмите какао порошок хорошего качества от этого зависит вкус и аромат вашего бисквита в эту смесь добавляем разрыхлитель и все вместе просеиваем два раза сначала взобьем белки на низких оборотах миксера до пышной белой пены к белкам можете добавить щепотку соли или одну чайную ложку лимонного сока я добавлю сок лимона вот такая белковая пена получилось начинаем понемножку вводить сахар и взобьем белки до пышных плотных пиков вот такие взбитые белки у меня получились глянцевые очень плотные теперь к взбитым белкам добавлю крахмал я взяла кукурузный крахмал можете заменить картофельным крахмалом а если вообще не хотите использовать крахмал в тесте то можете количество крахмала заменить мукой миксер нам больше не нужен это все смешаю лопаткой аккуратно чтобы белки не опали теперь в белки по одному буду вводить желтки желтки хорошо соединились со взбитыми белками и теперь начинаем вводить мучную смесь смесь я добавлю через сито то есть еще раз буду просеивать это уже будет третий раз по счету и смешаем аккуратно круговыми движениями добавила последнюю часть муки получилось вот такое тесто однородное пышное теперь к растопленному сливочному маслу добавлю немножко тесто смешаю хорошо и эту массу возвращаю обратно в тесто смешаем аккуратно но недолго это пока поставлю в сторону в молоко добавлю краситель у меня такой краситель это все нужно хорошо смешать добавляем в тесто поставлю бисквит в заранее разогретую духовку температура духовки 170 градусов я его поставлю на средний ярус нам понадобится приблизительно 35-40 минут но опять же время приготовления бисквита зависит от вашей духовки готовность бисквита проверяем шпажкой шпажка вышла сухой без остатков тесто значит уже бисквит готов бисквит уже готов переверну его на решетку и дам остыть около 10-15 минут и потом только извлеку из формы бисквит уже остыл он получился высотой 6 сантиметров его можно порезать или на 3 кожа или на 2 эту верхнюю часть я уберу из нее сделаю крошку вот такой бисквит у меня получился он очень мягкий просто замечательный бисквит из обрезков сделала крошкуку чтобы потом украсить торт готовим крем какие ингредиенты нам нужны для крема жирные сливки жирностью 33 процента сыр маскарпоне сахарная пудра и ванильный сахар сливки и сыр должны быть очень холодные только что из холодильника к сливкам сразу добавлю ванилин и сахарную пудру колесо сахарной пудрой берите на ваш вкус я добавлю около двух столовых ложек теперь взобьем сливки сначала на низких оборотах миксера потом понемножку увеличиваем обороты сливки уже начали загустевать с этого момента надо быть осторожным чтобы их не перебить вот такие очень плотные взбитые сливки у меня получились теперь в отдельной посуде нужно растереть маскарпоне вот такая кремообразная масса получается и теперь соединяем обе части крема вот такой замечательный крем у меня получился я решила в крем добавить немножко ликера амаретто ликер это необязательный ингредиент можете не добавлять собираем торт я установила кольцо на 20 сантиметров потому что у меня и бисквит и 20 сантиметровый на низ кладу в верхний корж крем поделю приблизительно на две ровные части нам еще немножко крема нужно оставить в сторону для того чтобы сверху потом затянуть торт коржи я пропитывать не буду так как они у меня очень нежные мягкие крем и хорошо пропитает для дополнительного вкуса я взяла замороженную малину можете взять и другие ягоды какие есть у вас под рукой кладем второй корж и слой крема и вот около двух столовых ложек крема я оставила для того чтобы затянуть торт опять слой малины и и накрываем торт последним коржом дном вверх если вы любитель горького шоколада можете еще начинку добавить горький шоколад с малиной будет просто превосходный вкус очень хорошо сочетается сверху слегка промажу кремом ну чтоб крем успел и верхний корж пропитать в такой виде торт поставлю в холодильник на пропитку на три-четыре часа а то и на ночь но так как у меня времени нет я буду держать в холодильнике около двух часов форм уже достала теперь затянем с боков и сверху кремом оставшимся прошло два часа порежу и посмотрим каким торт получился внутри вообще будет лучше если торт на всю ночь оставить в холодильнике тогда слои крема будут еще стабильнее и на срезе торт получится еще красивее мы попробовали торт нам очень понравился он действительно очень вкусный очень мягкий пропитанный очень легкий но в креме не хватает немножко сладости если вы сладкоежка прибавьте количество сахара таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это будет ваш вклад в развитие моего канала дорогие мои это был мой последний видеоролик в этом 2020 году хочу вас всех поздравить с наступающими праздниками с новым годом и с рождеством желаю вам здоровья мира добра и много-много счастья хочу вас поблагодарить за то чтобы весь год были со мной спасибо вам огромное желаю вам веселых праздников увидимся в новых видео в 2021 году субтитры сделал DimaTorzok